Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова возвращаемся на финансовые рынки, чтобы оценить фундаментальную ситуацию, картину, которая складывается на них, особенно с учетом столь неприятной для многих пятничной торговой сессии. Очень надеюсь на то, что несмотря на то, что мы наблюдали в пятницу, выходные прошли с соответствующим настроением, вы смогли собраться с силами, чтобы вернуться на прежние спекуляции, к прежним трейдам и, соответственно, к прежней оценке ситуации, которая складывается на рынках. Но если говорить совсем уж точно, быть реалистами, пятница у нас стала днем разочарования, поскольку мы видели, что происходило с долларом и буквально целый месяц мы копили эти драгоценные пункты, которые добавляли в стоимость американца, искали поводы и основания, которые приближали решение ФРС по повышению процентной ставки. Видели, как доллар в моменте против иены засыпился даже за сопротивление 111, но после выхода Non-Farm Parallels все в одночасье было потеряно. Хотя меньшее, что мы сейчас можем сделать, это разочароваться и, соответственно, отказаться от прежних идей. Наша задача быть гибкими, бдительными, адаптивными, собственно, как и весь Европейский Центральный Банк. И продолжать следить за той ситуацией, которая разворачивается на финансовых площадках, искать подтверждение обоснований тех идей, которых мы придерживаемся и искать поддержку для доллара, который может еще иметь место быть перед заседанием ФРС, которое состоится уже в рамках этого месяца. Обо всем давайте поговорим детальнее, подробнее и чуть конкретнее. В целом, напоминаю, что сегодня в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз пробежимся по ключевым событиям прошлой недели, обратим внимание на самые интересные из них, посмотрим, каким образом они повлияли на активы и поставим недельные цели по наиболее ликвидным валютным парам. Поэтому, если у вас есть возможность присутствовать сегодня на вебинаре в 16.30 по московскому времени, как и всегда, буду очень рад вас там видеть. Начнем давайте сегодня с бренда, как мы это делаем всегда, к лосу пятницы и в целом всей недели 49.78. Сейчас мы видим то, что актив находится снова выше сопротивления 50, которая в данном случае является уже поддержкой. 50.05. Ну, допуская то, что за несколько последних минут ситуация могла измениться. Важно отметить то, что в пятницу мы получили очень неплохой сигнал, особенно для медведей, указывающий на то, что бренд реально может развернуться. Этот сигнал пришел с отчета BakerHudges по количеству нефтяных платформ в США. Если у вас была возможность последить за этой статистикой, я думаю, что вы уже и без меня знаете, что мы наконец-таки получили фактическое подтверждение наших предположений о том, что текущая ситуация на рынке энергоисусов с точки зрения стоимости является благоприятствующей для активизации сланцевого бурения и, собственно, возвращения на рынок ближних производителей. Мы с вами еще недели назад ждали, что количество платформ должно увеличиваться, потому что 50 уже не первую неделю у нас на наших экранах и мониторах платформы. И, соответственно, были такие предположения. Но только по итогам прошлой недели мы можем констатировать, что количество платформ увеличилось с 316 до 325. Плюс 9 штук. В целом, в рамках этого года у нас был отчет, вследствие которого мы видели, прирост на одну бравую станцию. Это, на мой взгляд, была случайность. Но сейчас уже плюс 9. И я думаю, что это как раз является уже подтверждением того, что сланцевые производители возвращаются в этот бизнес, потому что 50 – это уровень, который позволяет нефтедобыче через сланцевое бурение быть рентабельным. Я думаю, что и эта тенденция сохранится и дальше, если это случится. Тогда все те, кто говорил, что Соединенные Штаты Америки являются первым регионом, который через сокращение производства может поспособствовать восстановлению баланса между спросовыми приложениями, будут ошибаться. Ну и, в принципе, уже ошибаются. Потому что, если количество платформ будет дальше расти, со стороны США мы сможем увидеть дополнительные объемы поставок, которые только будут усиливать предложения. И если вернуться в связи с этим к заседанию ОПЕК, которое состоялось также на прошлой неделе, вы помните то, что Ближний Восточный картель не просто не договорился по объемам сокращения производства, они даже не обсуждали это в качестве пункта и вопроса, который должен был бы и мог бы находиться на повестке, соответственно, этого заседания. Этого вопроса не было, этой темы не касались. И кто-то объяснил это тем, что в целом только целесообразно было обсудить квоту. Но мы остановились также на этом заседании подробнее. В ходе прошлой недели пришли к выводу, что, скорее всего, не рассмотрение возможности такой, как солидарное сокращение производства, является следствием того, что ОПЕК прекрасно понимает, что в ближайшее время при неизменности ситуации на рынке энергоресурсов США может увеличивать производство. И было бы глупо со стороны ОПЕК, которые традиционно лоббируют идею не просто сохранения своей позиции, своей доли, но и по возможности расширения сейчас сознательно идти на такие шаги, которые будут предполагать спад производства. Поэтому цифры по квотам остались на прежнем уровне. Фактически мы продолжаем за ними следить, но настраиваемся на то, что нефти станет больше, особенно после заявлений Ирана о том, что они не остановятся даже на планке 4,5, поскольку у них в перспективе ближайших нескольких лет есть цель разогнать производство до 4,8 миллионов баррелей в день. Саудовская Аравия также не будет отставать. Венесуэла, в принципе, без каких-то прорывных действий, которые будут направлены на восстановление конъюнтуры ценовой со стороны Ирана и Саудовской Аравии также ничего не будет предпринимать. У нас есть еще Нигерия, но за последние несколько дней стало ясно, что ситуация понемногу стабилизируется. И если в ближайшее время ее удастся также взять под контроль, то мы сможем рассчитывать на возвращение дополнительного производства прежних объемов со стороны Нигерии в перспективе ближайших месяцев. Я напоминаю то, что из-за обестрокновений количество производства нефти снизилось практически с 1,7 или даже 1,8 до 1,1. То есть, если ситуацию удастся решить, эту проблему, значит, у нас потенциальное предложение рост больше 500 тысяч баррелей в сутки. На мой взгляд, это очень много. И особенно это много усиливается контрастом продолжающегося экономического спада после публикации слабых данных по индексу деловой активности производственного сектора Китая, который мы с вами традиционно используем в качестве барометра общих рыночных настроений и ожиданий по ростам мировой экономики в целом. Поэтому ключевая проблема сохраняется. Я надеюсь, что отчет Бекер-Хаджес убедит многих, чтобы не торопиться с дальнейшими покупками, потому что они, мягко говоря, не совсем обоснованы. И этот отчет, так же, как и мы, многие используют для того, чтобы все-таки начать придавливать позиции, придавливать позиции и Brent, и WTI. Полагаю, что ближайшей целью может стать уровень 48 долларов за баррель. Я предлагаю на него и ориентироваться, потому что нам уверенно нужно скрепиться ниже 50, чтобы уже обозначать прежние глубокие медвежьи ориентиры. Сигналов получили достаточно. На этой неделе отчеты по запасам нефти, АПИ и Минэнерго США. Если и от этой статистики мы получим позитивные для медведей сигналы, что запасы увеличились, вполне возможно. Ведь в прошлый раз от АПИ мы также не ожидали прироста. Однако запасы по версии частного агентства выросли. Да и от Минэнерго. Пусть и спад, но незначительный. Один с небольшим миллиона. В принципе, это та цифра, которая позволяет нам предполагать, что мы можем увидеть значение со знаком плюс. В общем, ждем дополнительные сигналы, поводы для распродажа бренда и не отказываемся от нашего медвежьего посыла. Российская валюта 65,76. Здесь все без изменений. Поскольку нет выраженной динамики, которая могла бы сложиться на рынке инвентаресурсов, рубль также удерживает коридор, консолидацию, проторговку в диапазоне 65-66,5. Пока никак не может выбраться из этого коридора. Если говорить про наиболее вероятный сценарий, я думаю, что вы со мной согласитесь, что этот сценарий предполагает девальвацию, потому что ниже 65, мы знаем. Там есть стопы, которые обозначены такими вербальными заявлениями, а возможно даже фактическими действиями через покупку валюты для пополнения золотовалютных резервов со стороны Банка России. Что касается верхушки и верхнего значения, у нас потенциал девальвации не ограничен. Поэтому мы ставим на возможность слабой российской валюты и соответственно ее коррекцию против основных конкурентов доллара и евро. Далее идем. Европейская валюта против американца. Евро в рамках торговой сессии пятницы показал бычью динамику. Причину нужно искать не в национальном фундаменте европейского происхождения, а прежде всего в слабой статистике по США, которая стала причиной резкого ослабления доллара. И, к сожалению, рисковые инструменты, на которые мы делали коррекционную ставку, воспользовались слабостью американца и соответственно конвертировали эту слабость в собственный рост. Что касается евро, мы на прошлой неделе получили достаточно подтверждений того, что евро потенциально остается одним из главных, прошу прощения, аутсайдеров рынка, поскольку у нас были данные по индексу потребительских цен. Индикатор минус 0,1%, который указывает на то, что европейский центральный банк при неизменности текущего тренда может снова задействовать до меры экономического стимулирования. Индекс цен производителей, который является компонентой будущего показателя по инфляции, минимальные значения с 2009 года. Да и в пятницу еще вышли роничные продажи по еврозоне, которые также оказались хуже ожиданий. 0% прироста в месячном выражении против прогноза 0,3%, годовой спад с 1,8% до 1,4%. Многие продолжают надеяться на то, что потребительские цены смогут вытащить высокие цены на нефть. Я считаю то, что это несколько не совсем обоснованные ожидания, поскольку у нас цены на нефть растут уже в течение длительного периода времени, и индекс инфляции пока никак не отреагировал. В частности, то, что трейдерам нужно следить за показателями и ситуацией на рынке энергоресурсов, подтвердил еще и управляющий, член Европейского центрального банка Ивальд Навотный, который поддержал идею того, что инфляция в ближайшее время может вырасти. Я считаю то, что у нас пока нет для этого никаких предпосылок. Нам нужно дождаться фактических цифр, подтверждений, и как только индикатор, пусть и в месячном выражении, сможет создать сигнал того, что инфляция будет расти дальше и стремиться выше нулевого значения, то есть выйдет из отрицательной зоны, тогда мы с вами также поговорим о тех потенциальных числах, в которых может добраться общий показатель по инфляции. Пока риски сохраняются, их не нужно игнорировать и недооценивать. В пятницу также вышел прогноз Бундесбанка по темпам экономического роста и восстановления немецкой экономики, хотя, зная то, что будет с Германией, я ожидаю, но можем говорить о том, что может произойти с еврозоной в целом. В частности, Бундесбанк пересмотрел прогнозы роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,7%. Что касается следующего года, то здесь пересмотр более существенный с 1,7% до 1,4%. И по-прежнему Бундесбанк продолжает ставить на то, что инфляция будет оставаться на крайне низком значении, и, собственно, это станет причиной дальнейшего слабого показателя по роничной продаже и, соответственно, показатели ВВП. Говоря про европейскую валюту, мы сейчас просто обязаны следить за дальнейшей статистикой, следить за показателями по инфляции, поскольку мы знаем, что именно такой посыл был обозначен Марио Дераке, который на прошлой неделе в ходе своего выступления дал понять, что европейский регулятор готов вмешаться в экономическую ситуацию через новые дополнительные стимулы, если инфляция и дальше будет стремиться к более глубоким отрицательным значениям. И даже если эти вмешательства будут осуществлены в рамках тех стимулов, которые сейчас уже реализованы, это все равно мягкая политика, которая создает долгосрочный риск для европейской валюты. Также Дераке подтвердил и тот факт, что второй квартал для еврозоны может оказаться еще хуже по причине очень слабого внутреннего экспорта и, соответственно, точнее, экспорта и внутреннего спроса. И эти риски сохраняются, собственно, так же, как и сейчас актуальные риски Брекзита и спада, которые наблюдаются в рамках прочих развивающихся рынков. Поэтому по еврозоне у нас в целом ничего не изменилось, у нас достаточно плохой статистики и слабых ожиданий. Наша задача сейчас получить либо найти дополнительные сигналы, которые могли бы поспособствовать росту доллара, чтобы поиграть еще на контрасте монетарных политик и снова спровоцировать, пусть и нашими усилиями, но разгрузку евро, чтобы европейская валюта против доллара с текущих значений 1.13 практически 50 снова начала стремиться в район 1.10. В общем, ждем коррекции и настраиваемся на прежние ориентиры. Доллар японская иена. Пятница, день начинался довольно-таки неплохо. В принципе, его открыли комментарии представителей ФРС Эванса, который отметил то, что верит в повышение процентной ставки на 0.25 как минимум до конца этого года. Считает то, что рынок труда сможет достигнуть уровня 4.6% в перспективе ближайших месяцев. И рынок труда через рост заработных плат может стать причиной, соответственно, подстегивания и стимулирования роста инфляции и убеждения прочих голосующих членов в том, что нужно ужесточать монетарную политику. Однако, эти оптимистичные ожидания и эффект от этих высказываний продержался на рынке недолго. Собственно, все было сведено, мягко говоря, к нулю после того, как вышла статистика по non-param perils. Число новых рабочих мест 38 тысяч против прогноза 164 тысячи. Это не просто хуже прогнозов, это, наверное, самый худший отчет, который мы могли бы видеть. Примерно такие цифры мы наблюдаем в рамках Канады, но Соединенные Штаты Америки их нельзя сравнивать с Канадой по потенциалу, опять же, экономики и тех возможностей, которые имеют место быть по созданию новых рабочих мест. 38 тысяч новых рабочих мест – это минимальное значение с 2010 года. При этом, все-таки не обошлось без позитива. Удивительно, что доллар не смог хоть как-то дисконтировать эту собственную стоимость и реагировал, по сути, только сначала на слабый показатель non-param perils. Хотя уровень безработицы снизился до 4,7%. А что касается динамики заработных плат, здесь также, на мой взгляд, очевидный прогресс. Он продолжается. Прирост в месячном выражении на 0,2%, годовое значение плюс 2,5%. Это неплохо, чтобы и достаточно для создания импульса продолжения роста уровня инфляции, ну и, соответственно, лишения одной из, наверное, конечных проблем, которые еще имеют место быть для американской экономики. После того, как трейдеры не получили сигнал для роста доллара non-param perils, осталось дождаться только ISM, которые, по идее, могли бы исправить ситуацию. Но, как назло, ISM отчет по сфере услуг снова подвел. 52,9% с 55,7% и, скажем, окончательно всю картину, всю малину для покупателей доллара испортили комментарии представителя федерального комитета Лейл Брейнард, которая отметила, что на текущий момент есть куда больше оснований, точнее, меньше рисков, чтобы сохранить выжидательную позицию, чем поторопиться с повышением процентной ставки. По ее мнению, лучше дождаться референдума в Англии, и только после того, как минует один из самых серьезных политических рисков, можно будет задумываться о том, чтобы принимать решения по изменению процентной ставок в рамках ФРС. Это оказало влияние. Такие комментарии, собственно, сфера услуга, вкупе с non-param perils, влияние на настроение трейдеров и стали причиной серьезнейшего ослабления американца против иены. В частности, мы видели, как пара преодолела довольно-таки быстро, можно сказать, уровень 107 и оказалась ниже. Сейчас котировки 106.96, но продолжает консолидироваться в районе 107. Сегодня для покупателей доллара, для долларовых оптимистов, на мой взгляд, последний шанс либо получить сигнал того, что прежние расчеты были верны, либо убедиться в том, что ФРС не будет повышать процентные ставки в перспективе ближайшего квартала. И все это связано с тем, что сегодня в 19.30 по московскому времени состоится выступление очень долгое за много времени Филадельфии Джанет Херен, которая непременно коснется текущего вектора монетарной политики и прольет свет на дальнейшие решения, которые могут быть приняты в рамках ФРС на фоне последних макроэкономических отчетов и уж, конечно, на фоне последнего Non-Farm Perils. Признаки для того, чтобы она зацепилась за слабость, они налицо. И если действительно все пойдет вот этим мрачным для покупателей доллара сценарием, то Джанет Херен может еще раз подтвердить сегодня, что не будет поддерживать идею повышения ставок, поскольку считает, что американская экономика к этому еще не готова. Но давайте не будем забегать вперед. Загад не бывает богат. Есть и оптимистичные надежды. Может быть, ситуация, которая сейчас сложилась на американском рынке труда, связана с сезонными факторами. Стоит отметить то, что сейчас в рамках крупнейшего холдинга в Аризон проходит забастовки. По сути, из рынка труда высвободилось больше 40 тысяч рабочих мест. Может быть, это повлияло на тот отчет, который мы видели. И если все дело в сезонных факторах, либо в каких-то других локальных причинах, тогда нам не стоит отказываться от того положительного тренда, который мы, в принципе, сформировали по американской статистике. Есть основания того, что позитив можно поискать в других секторах, тем более, что они действительно, ну, если не цепляться за последний отчет по Non-Farm Perils, указывают на то, что американская экономика продолжает расти. Сегодня максимум внимания на конференцию Елен. Посмотрим завтра с утра в ходе брифинга. Подведем уже итоги. Далее идем. Фунт против доллара 1.4381. В пятницу из-за слабости американца фунт использовал. Ее показал неплохой рост. Однако сегодня мы видим, как британская валюта снова активно снижается. Это связано с тем, что на выходных поступили новые обновленные данные по общественному опросу на строение в связи с приближающимся референдумом от Observe Opinion. В частности, согласно этому агентству, сейчас большинство, ну, большинство, 43% респондентов выступают за целесообразность выхода из состава ЕС. И только 40%, ну, контраст, 3% разница все-таки несущественная, но все равно перевес в пользу первых он больше. И я думаю, что та кампания, которая поддерживается Борисом Джонсоном, мэром Лондона, о том, что ухудшение уровня жизни, связанное в том числе и с плохой политикой, которая проводит ЕС в отношении мигрантов, возымела свой успех. Потому что если объясняешь человеку, почему он стал жить хуже, и эта причина становится убедительной, то в конечном счете он начинает придерживаться того посыла, который, по версии Бориса Джонсона, будет располагать улучшением качества жизни. И лучший посыл сейчас сводится к тому, что Англии пора быть самостоятельным государством и проводить свою политику, в том числе и в отношении мигрантов. Настроение до 23 июня еще изменится. Не будем, опять же, забегать вперед. Я думаю, что перевес будет снова в пользу тех, кто проголосует за сохранение членства. Собственно, так же, как и перевес в сторону снова первых. Поэтому на настроениях мы еще поторгуем. В целом у нас посыл остается медвежий. Мы ждем 1.42 до тех пор, пока до этого уровня не доберемся, не отказываемся от коррекционной идеи, которой нужно придерживаться отношения британца против доллара. Из других валютных активов. USDCAD в пятницу вышли данные по торговому балансу по Канаде. В частности, лучшая статистика и по экспорту, и по импорту. Она поддержала, соответственно, канадский доллар. Но основная поддержка пришла через слабости американца. Я думаю, что это временное явление. Тем более, что я уже заложил в основу ожидание снижения нефти. Поэтому по USDCAD текущее значение 1.2972 я советую использовать для занятия длинных сделок. По другим валютным парам все без изменений. Австралиец 0.7328. Ждем 0.70. Новозеландская валюта против доллара 0.6915. 0.65 наша цель. USDCAD виси 0.9765. Паритет наша цель. Австралиец против новозеландца. Вот здесь мы видим то, что без вмешательства динамики доллара все происходит так, как мы и предполагали. Австралиец выглядит большим усадером, нежели новозеландская валюта. И мы постепенно смещаемся к нашей цели 1.05. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Выступление Джанет Йеллен в 19.30 по московскому времени. Ни в коем случае не пропустите этот релиз. Будем искать поддержку для идей, которые смогут оправдать рост американца именно в ее риторике. Что касается бонуса, то кодовое слово на сегодня. Приурочим как раз конференции Джанет, председателя ФРС. Кодовое слово Йеллен. Величина бонуса 15%. Чтобы воспользоваться им, нужно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять кодовое слово на бонус. Действует он до следующего брифинга, который состоится уже завтра с утра в 9.30 по московскому времени. Прямой эфир через перископ. Напоминаю, что сегодня в 16.30 состоится вебинар. Если кого-то интересует фундаментальная картина, либо кто-то упустил события и ключевые релизы прошлой недели, в ходе этого вебинара мы все наверстаем. Большое спасибо за внимание. Увидимся, соответственно, уже на вебинаре. Хорошей торговой недели и хорошей торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.